Одна кровоздача может спасти жизни трём пациентам. Процедура длится всего 5-7 минут. За это время донор сдаёт 450 миллиграммов крови плюс три вот такие пробирки для дальнейшего исследования в лабораторных условиях на инфекции. Сдать кровь может любой здоровый человек, но есть лимит. Женщины четыре раза в год, мужчины пять. За два дня до процедуры нужно отказаться от употребления алкоголя и тяжёлой жирной пищи. В день процедуры нужно позавтракать и обязательно взять с собой паспорт. Игорь Гильдин уже шесть лет регулярно приходит на станцию переливания для того, чтобы пополнить её запасы. Говорит, приятно понимать, что может спасти чью-то жизнь. К тому же он всегда знает, что здоров, потому что перед процедурой проходит обследование. Приятно, когда приходит смс-ка, ваша кровь спасла жизнь человека. Так смс-ка тоже приходит иногда. Приходил уже два раза за время пандемии и при этом людей практически нет. Раньше, нужно было по часу ждать для терапевта, потому что очень многие люди хотели сдавать кровь. Сейчас, скорее всего, просто боятся. Эпидемиологическая ситуация, конечно, внесла свои коррективы. Количество доноров снизилось на 20%. Раньше станция пополняла запасы на 40% во время выездных акций на предприятия, компании и вузы. Сейчас они под запретом. Сдать кровь можно в Самаре, Тольятти и Сызрани. Здесь позаботились о безопасности. Доноры, чтобы не контактировать между собой, приходят по предварительной записи в строго назначенное время. На входе они обрабатывают руки. Здесь регулярно дезинфицируют помещение специальными средствами. Обеззараживают даже воздух. Все сотрудники в медицинских масках и перчатках. Мы изменили на сегодняшний день подход. Мы отказались от донорства плазмы, потому что плазмы у нас на сегодняшний день достаточно. Запасы чуть ли не на год вперед. И поэтому перешли полностью на донорство компонентов, то есть это эритроциты или тромбоциты. Это также позволило решить вопрос с обеспечением лечебных учреждений. В Самарской области проводят около 300 переливаний компонентов крови в сутки. Подробную информацию, как стать донором, можно посмотреть на сайте службы крови, указанном на экране. 25 апреля состоится очередная донорская суббота. Доноров будут принимать в Самаре, Тольятти и Сызрани. Записаться на сдачу крови можно, отправив заявку на почту, которая указана на экране. Елена Малюцина, Николай Сидоров. События.